Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Мы продолжаем. У нас в гостях Алекс Канн, основатель Международного Центра Самообороны и Рукопашного Боя, который к нам в Латвию приехал вчера из солнечного Израиля. Это можно сразу заметить по загару Алекса. И он к нам в Лигу приехал на не короткий срок с семинарами. Я так понимаю, вы будете проводить здесь два дня, 18 и 19 мая, семинары по обороне. Может быть, расскажите об этом поподробнее радиослушателям. Я так понимаю, что присутствует там может любой желающий. Да, добрый день всем. Спасибо за приглашение на радио Болтком. Значит, действительно, 18 и 19 мая мы проводим в школе Тайчи на Лач-Плеса 25 семинары, двухдневные, которые из себя представляют презентацию методики самообороны, разработанной в Израиле ветераном израильского спецназа, человеком, который начиная с 1977 года подслужил в армии Израиля. Израиль был сначала пограничником, потом боевым пловцом, потом долгое время служил в имаме, это антитеррор полиции Израиля. Значит, это один из лучших методистов, имеющих практический опыт. Вот. В принципе, я бы, наверное, ну это субъективная точка зрения, наверное, сказал как бы так, что существует много легенд о Крафмага, но если конкретизировать, то систему, которую в мире знают, Крафмага создал Имрих Лектенфельд, его ученик, получивший первый черный пояс Крафмага, или Авикзар создал корпус инструкторов, а Амнона Маура я бы назвал человеком, который, собственно, проверил все это на поле боя, переработал и создал, собственно, методику подготовки с учетом нынешних реалий. Потому что, наверное, одна из ключевых особенностей, которая изменилась за период существования человечества, это то, что, значит, если раньше там любое боевое искусство, применяемое в конфликтах или при самозащите, после события разбиралось по показаниям очевидцев, как бы свидетелей там, да, то есть, то сегодня, в принципе, все события или их... Где-то регистрируются на видео, да? Да, где-то регистрируются на видео. И, собственно, как бы специфика работы силовых структур Израиля и службы охраны и безопасности заключается в том, что очень большое количество заранее провоцируемых ситуаций, значит, где провоцируются, как бы, служащие солдаты, полицейские, охранники на применение физической силы, как бы, после чего их обвиняют, как бы, в превышении своих полномочий. Да, как бы, отсюда, как бы, прозверство оккупантов и все прочее. То есть, мирные жители провоцируют сотрудников? Это не мирные жители, это террористы, как бы, либо просто, ну, люди во внеменяемом состоянии на наркотиках, как бы, то есть, это уже бытовуха, либо какие-то криминальные вещи, когда... И вот представителя вот этих силовых структур надо уметь... Да, собственно, любому человеку. Почему? Потому что, допустим, какая-то ситуация, там, ну, авария на дороге, эмоции, конфликт. Потом люди жалеют о том, что они сделали, как бы... Состояние аффекта, да? Состояние аффекта, да, эксцесс исполнителя, как бы, все вот это вот. И, в принципе, значит, когда мы начинали работать с этими программами для гражданского населения, многие заслуженные, известные спортсмены, там, чемпионы мира, допустим, по самбо, который, ну, вроде как, вот оно, да, как бы, продукт для улицы, задавали вопрос, зачем нам это надо. Мы чемпионы, мы сильные, большие, как бы, а потом, как бы, обратной стороной этой медали является то, что, там, чемпионы ММА. А против клуба нет приема? Не-не, дело не в этом. Чемпионы ММА, как бы, допустим, на улице. Да, человек хороший, ударник, борец, он ударил человека, как бы, да, тот упал, ударился головой. И скончался. Один в могиле, второй в тюрьме. Да. Вот, в принципе, ответ, зачем? Соответственно, в Риге... Какие у вас ответы на эти вопросы? А мы все демонстрируем наглядно, значит, мы проводили в Риге семинары, нас здесь знают, как бы, то есть, в принципе, предыстория такая. Аннон Маор, он долгое время тренировал, тренировал в Академии безопасности Израиля телохранителей, которые приезжали туда со всего мира. Это что касается, ну, полугражданской, как бы, специфики, значит. А, как бы, Академия Давида Мерза, как бы, в Риге, в принципе, не вчера появилась, на момент выхода Латвии из состава СССР. В принципе, как бы, ряд людей, в том числе, вот те, о ком я говорю, принимали участие в подготовке латвийских служб, полиции, телохранителей, как бы, то есть, в принципе, саму структуру, где работал человек, гражданским населением, как бы, да, как бы, она, в общем-то, понятна. Так, чтобы нашему радиослушателям было понятно, все-таки у нас радио, чтобы они получили представление от того, почему надо вообще пойти вот на эти семинары, это вот, если это можно объяснить, это какой-то микс, вот, действий, не знаю, всех видов борьбы, что это? Нет, 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 смотрите. И причем, да, чтобы понимали, кто туда может приходить. Приходить могут любые желающие, как бы, да, люди, которым эти навыки нужны. К нам обращаются, и, как бы, ну, люди разных возрастов, как бы, есть программы для детей. Значит, мы проводили в 2016 году семинар в Риге. Хочу поблагодарить, если можно, как бы, клуб Рига Рингс, всех, кто помогал. То есть, это Геннадий Сейбут из компании АБС Солюшн, значит, наших друзей из Клондайки за поддержку и помощь. Значит, Анжелина Руманович, которая, также, являясь представителем и председателем Федерации Атлетизма, как бы, тоже оказывала поддержку Константина Чироева. Константина, где вот у нас сейчас в школе Тайчи, как бы, будет проводить семинар, как бы, Женя Репова, человек, который муниципальную полицию тренирует. То есть, всех, кто оказал поддержку, всех участников семинара, приглашаем, как бы, на продолжение. – Расскажите подробно о том, как будут происходить семинары, что там будет отрабатываться, о чем будет рассказываться людям, то есть, какие-то, я не знаю, физические упражнения, прям, вот, ролевые игры, как это будет происходить, чтобы вынесите ясность? – Ну, наверное, это ближе… – Я понял ваш вопрос. Наверное, это ближе к ролевым играм. Почему? Потому что моделируется ситуация уличная. Сначала всем участникам семинара предоставляется, как бы, возможность, как бы, что вы будете, ну, продемонстрировать, как вы будете решать, как бы… – Ну, может быть, чтобы не раскрывать всех карт, да, что приготовленное и ждет… – А это стандарт нашей работы, то есть, в принципе… – Да, сначала не показывай, потом не разъяснивай. – Нет, сначала сдается ситуация, самая примитивная. Ну, например, два человека разговаривают на улице. – Да. – Что происходит, как бы, где проблема, где угроза, как бы, что делать. – То есть, ну, наверное, вот, многие люди видели в Ютубе ролик, я вот, когда вчера в Ригу летел, как бы, как раз обратил внимание, там, на один момент, что драка в самолете, стюард начинает, там, успокаивать пассажира. Получает, как бы, удар в лицо, там, и дальше начинаются, там, взаимные какие-то, когда все успокоились, судебные претензии, как бы, да, ну, или какой-то ищется выход. Вот что делать, допустим, в такой ситуации? – То есть, за… – И вы предлагаете, вот, свой рецепт, решение. – Мы не предлагаем, мы учим. – И что делать в такой ситуации, ну, тезисно? – Ну, если тезисно, понятно, что всей схемы вы сейчас не рассказываете, на что стоит обратить внимание, ну, хотя бы, чтобы было понятно. Это же не только средства самообороны, да, и как защитить лицо, там, сгруппироваться, а, ну, понимаем, вы и мыслить учите в такой ситуации? – Да, естественно, конечно, потому что все начинается с головы, то есть, это психология, тактика, стратегия, учет законодательства. – То есть, все моменты? – Да, конечно, это комплексно, ну, безопасность – это вообще комплексный продукт. – То есть, вы должны взвесить, прежде всего, риск, который может следовать за тем… – Оценка ситуации, как бы, дальше алгоритм решения. – Так, чтобы радиослушки представляли, я так понимаю, что вы давно уже занимаетесь этой методикой, да, реализацией, да? – Ну, мой личный опыт в том, что можно так назвать боевыми искусствами больше 40 лет, значит, из них… Я 20 лет живу в Израиле, то есть, соответственно, как бы, вот с момента приезда в Израиль столкнулся с необходимостью, как бы, работая в службах безопасности и в охране, как бы, да, то есть, столкнулся с необходимостью решения конфликта. – Хотя у вас уже был до этого опыт. – Да, но у меня был опыт, как бы, опять же, то, с чего начал, как бы, то есть, я физически мог, наверное, справиться там, ну, моложе был, как бы, здоровее, как бы, не пил, не курил, как бы, мог справиться там с двумя-тремя людьми габаритами крупнее меня, то есть, но при этом это, скажем так, была бы драка. Здесь, как бы, другой алгоритм решения, как бы, соответственно, контролируемая степень агрессии, контролируемая степень по необходимости применения физической силы, это другой продукт, как бы, да. – Ну, может быть, условия и ваше знание, они продиктованы той страной, откуда вы приехали, Израилем, которая находится периодически в состоянии конфликта, и женщины, мы знаем о том, что там проходит обязательную военную службу, в Латвии же ситуация совсем иная, и тем не менее, я так понимаю, что женщины тоже приходят на эти семинары, может быть, зачем им это вот в наших нынешних обстоятельствах? – Ну, смотрите, допустим, ситуация какая, мы психологически, в принципе, мы – это люди, которые просто нормальные, образованные, воспитанные люди, работающие в любой области, живущие где угодно, мы не готовы, в принципе, противостоять агрессии. Почему? Потому что вот вся толерантность, вся цивилизованность… – Может быть, мы ее не ждем просто? – Да. – А надо, да? – Ну, на самом деле, не дай бог, конечно, никому, но, например, как бы, зачем это нужно? – Во-первых, люди, которые занимаются где-то, даже не занимаясь, ну, что такое ограбление? Криминальное событие? Кассир в магазине? – Ну, преступление, да. – Или кассир на бензозаправке, как бы, то есть, человека могут ограбить, как бы, вот… – Это, кстати, частые явления здесь тоже. – То, о чем декларируется, как бы, да, что у человека могут забрать там деньги или имущество, как бы, общая теория отдайте, не сопротивляйтесь, как бы, да, – А что делать, когда человек начинает, как бы, при этом просто, как бы, на испуге, на волне отрицательной агрессии, там, просто начинает при этом калечить? – Ну, например, женщине в лифте можно приставить нож в горло, как бы, да, там, снять серьги, там, кольца, забрать в сумку, а можно серьги просто вырвать. – В разные ситуации. – Это вот, что касается бытовухи. Что касается того, что люди ездят по миру, путешествуют, как бы, и… – И сталкиваются. – В принципе, неизвестно, кто, когда, где попадет, не дай бог, опять же, как бы, в условии какого-то теракта или чего-то еще, как бы, да, это вот второй, допустим, ответ, ну, такой лежащий на поверхности. – Третье, это, значит, мы общались с вашими коллегами с «Радио-4» в Эстонии, значит, проблема бытового насилия. – По отношению к женщинам очень часто. – А вы знаете, как бы, женщины тоже могут быть агрессивны. И что делать в этой ситуации, допустим, когда в подъезде женщина провоцирует мужчину, ну, допустим, как бы, в процессе бракоразводного процесса с тем, чтобы потом обвинить, как бы, там, в чем-то. Тут есть много граней, ну, над которыми люди просто не задумываются. – Ну, у нас недавно был эфир, посвященный этому, я помню еще цифры о том, что в Европе каждый день от насилия погибает около семи женщин, это каждый день. Но вы описали, допустим, ситуацию, не знаю, конфликт у женщины в лифте с мужчиной, просто каким образом она может постоять за себя, что можно сделать? – Ну, мы это наглядно демонстрируем, то есть это, это и есть обучение такое, да? – Конечно. – Вы принесли нечто похожее на очень большой разорванный кастет и сказали мне держать его в кармане, да? – Нет, во-первых, это мой презент вам, как бы, во-вторых, значит, это авторская разработка Амна Намаура, значит, истоки рождения следующие, что когда-то они задерживали преступника, который весил где-то 140 килограмм, вот, и там они всей группой, как бы, с ним пытались как-то справиться, то есть, что навело на мысли о создании, необходимости создания некой приспособы, позволяющей, значит, в таких случаях, как бы, удерживать человека или управлять им. – Соответственно, это изделие называется хендшок, это не кастет, у него абсолютно другая… – Хендшок. – Хендшок, да, то есть, это болевой шок, воздействующий на человека при применении, значит, опять же, на семинарах демонстрируем, как это работает. – Значит, это, на самом деле, крайне гуманный инструмент, если вот разбирать… – Возьмите, пожалуйста, вы рассказываете, как он пользуется. – То есть, за счет применения вот этих острых углов и оказания давления на человека, то есть, человека можно, допустим, вынуть из машины, не ломая ему руки. Можно удержать, допустим, в случае конфликта в самолете, в автобусе, не знаю… – Осталось только узнать, куда бить, да? – Это на семинарах, когда скажете? – Бить не надо, как раз ключевое вводное, бить не надо. – Нет, ну, надавливать на эти… – Это инструмент контроля, болевого контроля. – Да. – А и сопротивление может оказать даже женщина? Это подвластно, так вы говорите, даже вот крупным… – Ну, для женщины это, в принципе, умножитель ее сил где-то, ну, раз в 10, как минимум, физически. Значит, зачем этот продукт нужен для женщин, опять же, значит, смотрите… – Газовый баллончик уже нет? – Ну, вы знаете, тут очень можно долго и много, как сказать, дискутировать, как бы, да, то есть, в принципе, работает, не работает, как бы, вопрос в другом, что навыки самообороны – это то оружие, которое, как бы, человек имеет при себе, его не видно. – Человек может просто не попадать в конфликтную, в какую-то криминальную ситуацию, как бы, зная, как себя вести, чего делать не надо, как бы, куда не надо ходить. – Совая наука. – По сути, да, комплексная. – Ну, у вас в вашем центре описание команд говорится о том, что, ну, есть разные программы для всех категорий, да, самообороны. – Да, начиная с детей. – И в том числе, начиная с детей, заканчивая сотрудниками спецслужбы. И ваше отличие, главное, как мне кажется, то, вот, указывается о том, что запрещено в спортивных и даже боевых искусствах у вас разрешено. Что имеется в виду? – Смотрите, из боевых искусств, в силу того, что они на сегодня все коммерциализированы, ну, большая их часть, скажем так, да, значит, как сказать, – например, в тех боевых искусствах, которые, по которым проводятся соревнования, как бы, убрано все наиболее травматичное. – Ну, допустим, ключевое – нельзя бить по глазам в горло. – Соответственно, как бы, у людей вырабатывается, вот, есть такая формула, что для того, чтобы, как бы, это стало вашим инструментом, это нужно повторить, там, 10 тысяч раз. – Это имеет обратную сторону, то есть люди учатся тому, значит, чему они побеждают, ну, что они применяют на соревнованиях, как бы, да, благодаря чему побеждают, как бы. Здесь, в принципе, нет практически ничего спортивного. Есть вещи, которые, допустим, в боевых искусствах на уровне психологии табуированы, значит, ну, как сказать, основные точки воздействия – глаза по горло, но, опять же, те, кто меня сейчас, как бы, слышит, очень много дебатов, как бы, на ту тему, что, значит, Краф Мага у нас или не Краф Мага, как бы, ребят, ну, Краф Мага – это общее название рукопашного боя, как бы, а их разновидности уже бывают миллионы. – А ношение оружия подразумевается? – Да, естественно, как бы, ношение оружия подразумевается, как бы, работа с оружием против оружия, применение огнестрельного оружия личного. – Ну, про огнестрельное, да? – Да, применение огнестрельного личного оружия, это отдельная программа, называется, шут-дефенс, селл-дефенс шутинг, не имеет практически ничего общего с практической стрельбой в спортивном ее понимании в виде IPCQ. – Значит, есть разделы работы с ножом против ножа, ключевое, вообще, ключевое стержень – это, значит, то, что человек, приходя к нам на семинары, сразу учится противостоять холодному и ударно-дробящему оружию. То есть, не через, там, 5-10 лет, когда он, там, дойдет до какого-то типа уровня пояса, как бы, значит, а сразу и… – Как противостоять оружию без оружия? – Да, как противостоять оружию без оружия, да? – Это тоже. – Интересно, все-таки, по вашему опыту, ваш опыт, о чем говорит, сколько все-таки нужно посетить вот этих занятий, чтобы человек, ну, чувствовал себя уверенно, что он какими-то основными навыками владеет? Я понимаю, что вы сказали, что 40 лет вы вот в этой… – И продолжаете учиться, да, да, и стягать. – Знаете, если бы, допустим, я продолжал заниматься тем, чем занимался, как бы, даже не 40, а 60 лет, я бы тех вещей, которые получил, и того образа мышления, которые получил, работая сам, но мы занимаемся его, я бы их не получил, наверное, никогда. – А вы профессионально занимались самбо, да? – Ну, я занимался сначала дзюдо, потом прикладным рукопашным боем, как бы, то есть это старая советская система подготовки, ничего общего, опять же, как бы, с пропиаренными сегодня, там, ужасными названиями, там, спецназ-груз, спецназ-НКВД, это все, в принципе, не хочу обсуждать просто, чтобы, ну, это было некорректно, как бы, за глаза людям, которые это все двигают, может быть, даже в большей части святой вере, нет, это именно была прикладная, как бы, методика, значит, работы, уникальная, как бы, работы против группы людей, в принципе, в Россию Крафмага попала в свое время благодаря человеку, у которого был тот же учитель, как бы, что и у меня, но его повело просто в другую сторону, как бы, то есть, человек не жил в Израиле, а у меня просто судьба так сложилась, как бы, что попав в Израиль, я столкнулся, как бы, сначала при прохождении рабочего курса, а потом, как бы, когда искал, в общем-то, профессионального, как бы, человека с нормальным опытом, меня вывели, опять же, на Амман, мы, как бы, мы увидели друг друга, как бы, сказали, опа, давайте работать, вот, так сложилось. Но вы сказали и о детях, да, о том, что эти курсы, в том числе, и представляются детям, можно приходить с детьми, о каком возрасте идет речь и какие там учения? Все то же самое, что и взрослым, или вы все-таки ограничиваете про оружие, им еще не стоит знать? Конечно, нет. Взрослые, как бы, бывают тоже разные, бывают взрослые гражданские, бывают взрослые полицейские, как бы, и на семинарах я неоднократно показывал, в чем разница, как бы, если человеку дать, допустим, вот, А, Б, С, и не давать дальше, то он никогда не сообразится, что можно в этой ситуации, как бы, сделать, ну, большая часть людей, или сделать, как бы, что-нибудь свое другое. Значит, в принципе, наверное, что важно, как бы, ну, я пропустил, слава богу, есть возможность исправить. Значит, в процессе своей работы он сталкивался с необходимостью готовить новобранцев, приходящих в армию, как бы, приходящих в полицию, то есть люди по себе все, есть специфика работы, допустим, в охране, когда людям просто не до обучения, они работают, как лошади в поле, как бы, да, с утра до вечера, как бы, времени нет учиться. Начальство, там, допустим, армейское, полицейское, как бы, ну, не выполняет нормативы, нет времени на подготовку, как бы, да, то есть, соответственно, как бы, разные условия. Значит, поэтому Анна пришел к выводу, что, создавая свою систему, он ее назвал, как бы, «Система семь уровней Анна Маора». Значит, начинается где-то с 10-12 лет подготовка, как бы, вот, ровно в том же самом порядке, как бы, о котором говорю, как бы, да, человек сначала учится самозащите, потом, как бы, учится работать с огнестрельным оружием, как бы, и доходя до призывного возраста, то есть, в принципе, это уже человек, который, придя на курс молодого бойца, столкнется плюс-минус, как бы, даже не с тем же самым, как бы, а качественно будет иметь уже хороший уровень подготовки для чего? Для действий при защите себя или третьих лиц. Значит, в чем специфика еще? Допустим, человек находится в армии, вышел в увольнение, как вот были теракты в Лондоне, допустим, солдаты вышли с базы, как бы, их зарезали на улице, как бы, да, то есть, человек в форме на улице, как бы, он не защищен от террористической атаки, допустим, с тем же самым ножом. Психологически люди не готовы к чему? Допустим, к тому, что пару-тройку лет назад происходило в Израиле, женщины бросались, там, на солдат, как бы, вооруженных, ну, террористки имеются в виду, на полицейских, на охранников, на простых граждан, просто элементарно, с острыми ножницами. Это то, что, вот, имело место несколько лет назад в Израиле. То есть, психологически большинство людей не готово, допустим, к атаке женщины-террористки. Это другая специфика, другая психология, как бы, то есть, это... Да, ну... Нам звукорежиссер подсказывает, что пора заканчивать, еще раз, может быть, напомним радиослушателям, где и когда встречаемся, и что будет происходить. Лачпильсо-25, семинар по самообороне, это базовая, просто первая ступень. Когда начинается? 18-19 мая, с 9 до 12 утра. И где можно всю подробную информацию посмотреть? На сайте также, на сайте есть информация о Академии безопасности и медицинском центре, одном из наиболее профессиональных, значит, хотелось бы два слова успеть сказать. Значит, кроме обучения тому, о чем мы говорили, также мы работаем в области здоровья, как бы, то есть, израильская медицина, как бы, это в том числе медицина поля боя, как бы, медицина профилактики, значит, есть на сайте информация о компании TrustMed, являющейся нашим партнером, значит, это в том числе спортивные, ну, заслуженные люди, спортсмены, как бы, имеют проблемы со здоровьем. И как сайт называется еще в завершении, скажите? КАМАМ.КЛУБ КАМАМ.КЛУБ 16, 18, простите, 19 мая, Лачплэша, 25. Спасибо большое, это был Алекс Канн, на этом утром в Алткоме нам пора заканчивать. Сегодня в студии работали для вас Алена Борисова, Абби Келкин и наш звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо.